Я Екатерина Арагунская, единственная истинная королева Англии, и сердце Генриха принадлежит мне по закону. Прекрасная Каталина была дочерью могущественных испанских монархов Фердинанда Арагунского и Изабеллы Кастильской и первой женой английского короля Генриха VIII. Ее колоритная биография хорошо знакома нам по сериалам Тюдоры и Испанская принцесса, а также по книгам английской писательницы Филиппы Грегори. Поэтому в этом видео я расскажу вам о последних днях Екатерины, мести ее упокоения и о том, до чего доводит упрямство. Кто-то назовет ее несломленной, гордой и несгибаемой, я же назову ее самой упрямой королевой Англии. Она была ярой католичкой и глубоко верующим человеком, но ее упрямство сделало Англию протестантской страной и изменило ход истории. Как известно, женщина может управлять мужчиной, но только до тех пор, пока она дает ему то, чего он больше всего хочет. Больше всего на свете Генрих желал наследника, а за 20 лет брака Екатерина так и не смогла его дать. Королева была беременна по меньшей мере шесть раз, но выжила лишь одна девочка – принцесса Мэри. В те времена дочь считалась бесполезной в свете наследования престола, ведь она должна была выйти замуж за иностранного принца, и страна могла достаться чужеземцам. В своей гонке за сыном король был неудержим. Он решил избавиться от стареющей жены, которая уже вышла из детородного возраста. Генрих предлагал Екатерине несколько вариантов – монастырь, развод или аннулирование брака. Она не согласилась ни на один из них, настаивая, что ее судьба – быть королевой Англии, и это – воля Божья. Я никогда не соглашусь на развод и не откажусь от престола, чего бы мне это ни стоило. Генрих действовал решительно. Он окончательно порвал с неуступчивым папой римским, объявил себя главой английской церкви и аннулировал брак. Екатерине предлагалось признать королевой новую жену Генриха – Анну Болейн и жить со своей дочерью Марией с почестями, полагающимся вдовствующей принцессе Уэльской. Но это означало признать Марию незаконно рожденной, запятнать ее имя и лишить права на трон. Как верующая католичка и любящая мать, Екатерина не могла пойти на это и продолжала настаивать. Что лишь она является истинной королевой. Гнев Генриха не замедлил обрушиться на бывшую супругу. Он запретил ей видеться с дочерью, переселил в скромную резиденцию и уменьшил содержание. Чем больше упорствовала Екатерина, тем невыносимее становились условия ее проживания, а доход все больше урезался. Последним ее пристанищем стал сырой и обветшалый замок Кимболтон в Кембриджере. У нее осталось всего несколько слух, и она могла принимать посетителей только с разрешения Генриха. Здоровье ее ухудшилось, и 7 января 1536 года, в возрасте 50 лет, Екатерина умерла. Ходили слухи, что она была отравлена своей заклятой соперницей Анной Болейн, так как при подготовке тела к похоронам на сердце был обнаружен черный нарост. Но современные медики склоняются к мысли, что Екатерина умерла от рака. Вся ее свита продолжала называть ее английской королевой, хотя Генрих разрешил ей использовать лишь титул вдовствующей принцессы Уэльской. В своем предсмертном письме она продолжала называть Генриха «Мой дорогой господин, король и муж» и подписалась «Королева Екатерина». До самого своего последнего вздоха упрямая королева так и не смирилась со своей участью. Екатерина была похоронена в городе Петербург, в городском соборе, без почестей, которые полагаются королеве. Генрих не присутствовал на похоронах и запретил дочери присутствовать. Но даже спустя пять столетий память об упрямой королеве живет в сердцах англичан и в этом великолепном соборе. Ее могила всегда украшена цветами и гранатами. Гранат является символом плодовитости и был изображен на гербе Екатерины. Как иронично, ведь она так и не смогла дать Генриху желанного наследника. Надпись на могиле гласит Как будто в пику неблагодарному мужу, который не хотел признавать их многолетний брак. Последнее слово осталось все-таки За упрямой королевой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...